Добрый вечер, Александр Борисович. Здравствуйте, Евгений Ильич. Вы, как автор термина «Журналюга», очень любите, наверное, оригинальные журналистские вопросы. У меня есть два. Один, какие ваши творческие планы, я его оставлю. Хороший, оригинальный. А второй, мы сидим в Градском холле, то есть в Театре Градского. Ну да, если можно так сказать. Что здесь будет в ближайшее время? Потому что я так понял, что... В ближайшее время у нас заканчивается так называемый СИЗО. У нас несколько концертов камерных, у них есть своя какая-то нацеленность определенная. Это... Фортепианная музыка и еще музыка камерная для небольшого оркестра струнного. Да. И будет серии, осталось немного, правда? Так называемых мастер-классов моих, где я слушаю неожиданно хороших исполнителей. Потому что я все-таки ожидал, что не будет такого количества хороших, интересных ребят. Оказалось, что неиссякаема русская земля на молодые, интересные голоса. Вот у меня два дня уже было, пришло где-то человек сорок примерно. Из них пять-шесть очень хороших ребят. Один-два просто выдающиеся. И еще у меня несколько будет таких вот мастер-классов. И в конце концов будет венчающий весь этот сезон традиционный концерт Валентины Бирюковой, посвященный 9 мая. Это следующую субботу, 27 апреля. Да, это совершенно замечательное в нашем смысле, даже не совсем в вокальном, а скорее в эмоциональном событии. Потому что много песен о войне, много песен о том времени Вали исполняет. Для нее это очень любимая тема. Она очень патриотично настроенный человек. Несмотря на то, что она умеет делать очень многое и очень разное, и в том числе на иностранных языках тоже. Но есть какие-то вещи, которые она предпочитает чисто эмоционально. Она из офицерской семьи. Она очень по-хорошему, патриотично воспитана. И вот для нее этот концерт имеет огромное значение. К сожалению, или к счастью, так получилось, что это конец Страстной недели. И, как всегда, у нас либо на майские все уезжают огурцы сажать, либо на Пасху тоже все стараются разговеться, в конце концов. В общем, на концерты ходят люди не очень активно в это время, но у нее все хорошо. У нее все хорошо, потому что ее любят. И ее публика, она такая патриотично-православная, если можно сказать. И она замечательно работает, поет. Я-то буду петь, Андрей Шалифлер будет петь, Саня Воробьева будет петь. И даже, можно сказать, неожиданно для меня самого какие-то песни, которые уже, казалось бы, заезжены, что ли, заезжены исполнителями формально, они вдруг начинают в таком концерте, где все искренне работают, звучать по-новому. Например, какие песни? Ну, «Поклонимся великим тем годам», например. Песня, которая всегда воспринималась как некий традиционно-официальный шлякер. У нас она звучит совершенно по-другому. КОНЕЦ